Всем привет дорогие друзья! Сегодня будет очень интересный эксперимент. Мне необходимо помыть вот этот автомобиль, который стоит сзади меня. По той причине, что это мой автомобиль, рабочий автомобиль. И мне необходимо вымыть особенно задние арки. Но сегодня я хочу помыть его весь плюс задние арки. Задние арки для ремонта. В следующем видеоролике вы увидите то, как правильно отремонтировать эти колесные арки. Тут ржавчина выступила. Ну, Mercedes Vita все знаете, что это слабые кузова. Так вот, здесь самая интересная тема сегодня. Мне прислала одна фирма. Вот такой вот интересный бесконтакт. И предложили такие условия, что я должен его проверить, тестировать и в общем показать вам, что оно такое, что это за бесконтакт. То есть израильская вот такая активная пена. Сейчас мы ее протестируем. А то, что я говорил о барках, это вот эти вот места. Видите, здесь нужно мне все зачищать. Здесь ржавчина пошла. То есть все это нужно вымыть. И потом мы все это увидим, как будет происходить. Но для начала, для начала, друзья, сейчас мы вот эту штуку протестируем. Проверим, как она работает. Потому что мне самому интересно. Перед этим я использовал Zilmer. Ну, мне он, честно сказать, не очень понравился. Как бы активная пена, да, но, но. Есть свои но. Друзья мои, я прочитал инструкцию на этой канистре. На ней написано, что на грязный кузов наносить нельзя ее. Вначале смывается вся крупная грязь. Потом наносится. Наносится не в концентрированном виде. То есть в концентрированном виде вот эту жижу нельзя заливать. А необходимо вначале ее разбавить. Разбавить один к четырем, один к пяти. Я уже в эту посудину залил специально порцию этой жидкости. Сейчас мы добавим практически до полной. То есть вот до вот этого уровня. Вот где-то вот до сюда. И у нас получится готовая активная пена. После чего мы сейчас, конечно же, будем это все тестировать. Тестировать, как это все вы увидите. Насколько она эффективная. Друзья мои, если она неэффективная, я буду говорить, как есть. Если эффективная, вы увидите все своими глазами. Ничего тут сложного нет. Я не буду прямо весь кузов вам показывать, как буду все это вымывать. Просто местами вы увидите, насколько она работает. А насколько не работает. Там еще есть и другие вещи от этой фирмы. Они мне прислали чернитель шин. Еще там кое-что. Но я вам все покажу. Там много всего интересного. По ценам не скажу, но, по-моему, довольно-таки цены приемлемые. Погнали. Вначале вымываем. Как видите, грязь смывается плохо. Я и не буду сильно ее смывать. Наверное, чуть-чуть. Может быть, они ошиблись. Поэтому задний борт я не буду вообще смывать. Я прямо нанесу на него активную пену. Обратите внимание, какой задний борт. Вот прямо на него сейчас я нанесу активную пену. И мы посмотрим, как она работает. На мытом и на... Не мытом, на сухом практически. Ну, а пока помою арки. Тут вообще грязь. Видите, как забита. Аж под крылок отошел. Итак, друзья, наше оружие готово к бою. Уже разведена эта жидкость. Все, я ее разбавил водой и залил в этот бачок. Ну, погнали. Проверим, как пена с нее будет. Как положено снизу. Пена не четок. Ну, что, друзья, я не экономил эту жидкость. Видите, ушел почти бачок. Ну, по крайней мере, точно три четверти ушло. И обратите внимание, что у нас происходит с автомобилем. Все раскисает, все стекает. Смотрите, как грязь вся отходит. Но здесь у нас предварительно было чуть-чуть вымыто. А сейчас посмотрим, там, где не было вообще вымыто. То есть нанесена была эта жидкость непосредственно на грязь. Вот здесь я нанес прямо пену на грязь. И посмотрим, что она сделает, как она справится. Значит, две минуты нам ждать. По крайней мере, по инструкции так указано, что пару минут нужно подождать. Потом смывать. Я буду смывать, конечно, теплой водой. Друзья, мы заодно посмотрим, насколько это эффективно. Значит, что у нас самое главное? Здесь нельзя допустить, чтобы эта пена начала высыхать. То есть она должна быть сырая. Если только начинает высыхать, это уже плохо. Не доводим до высыхания и смываем. Пока вижу, что грязь сползает, стекает. Но посмотрим результат. Глянем, что у нас выходит. Как интересно, ползет грязь. Видите, как она стекает. А вот здесь, где я предварительно смыл крупную грязь, более эффект такой, заметим, что справляется эта штука все-таки лучше. Ну, на мой взгляд. Сейчас посмотрим, как смываться будет. Итак, друзья, мы нанесли пену активную непосредственно на арки. Вот здесь у нас все ржавое. Видите, краска облупливается. Это все будет зачищаться. В следующем видеоролике все вы увидите своими глазами, как это все будет у нас лечиться. Итак, прошло пару минут. Пора смывать. Погнали, будем смывать. Погнали, будем смывать. Ну, и задний борт, который был не вымыт, а прямо на грязь нанесена эта бесконтактная шампунь. Вы знаете, здесь эффект лучше, лучше вымывается. То есть, то, что они написали грязь смывать, это ошибка. Смотрите, как раскисло. Как положено, снизу вверх. Ну, что, друзья, вымыл я этим средством автомобиль, вот этим вот тип-топ израильская, израильско-украинская. И что я вам скажу по этому поводу? Смотрите, грязь осталась, не справилось это средство. В общем-то, как и Зилмер не справлялся, я не знаю, может какие-то супер дорогие средства исправятся, но здесь без губки не обойтись. Придется еще потереть губкой. Может быть, даже губкой с этим средством. Как видите, вот оно все пооставалось. Местами, конечно, вроде как чище. Но я вам скажу так, в любом случае нужно еще проходить губкой по кузову автомобиля. Ну, так сказать, средство как средство. Пена активная. Да, она работает. Может быть, немножко дольше надо подержать. Может быть, кто-то как-то по-другому будет мыть, и у него лучше получится. Все-таки этот автомобиль сильно загрязнен был. Он буквально несколько дней назад только с такой дороги, с трассы. То есть, поэтому он весь был грязный и не мылся. Он, по крайней мере, уже с месяц, наверное. Ну, вот, может быть, вот эта вот месячная, так сказать, налипшая грязь, а так плохо смывается. Я не знаю, честно сказать, насколько эффективны самые дорогие средства именно без контакты. Но вы видите результат вот после этого без контакта. Он работает, но работает как бы вот хотелось бы лучшего. Вот, скажу вам так. Ну, а, друзья мои, вообще смысл этой мойки был самый основной. Для того, чтобы вымыть под арками. Ну, пока я помыл под арками, я обнаружил целую кучу еще других дефектов. Смотрите, друзья, что я тут обнаружил. Вот у меня побито камнями и явно спученная краска. Вот в этих местах спученная краска. Вот это, вот это. Это все надо лечить. Вот даже вот в этом месте, как бы далеко от непосредственно вот тут самой арки, Ну, вот вот такая штука. Ну, а самое главное, самое главное, основное, это вот. Вот это я хочу полностью вылечить. То есть, вот это вот будет все зачищаться. Вы увидите, как это будет происходить. Вот эта штука вообще снимается. Ну, ладно. А, она сдвигается. Я не буду сейчас это делать. Потом поставим ее на место. Чуть подогреем, она сядет. Никаких проблем. То есть, нам и здесь-то защищать надо. И вот это все будет зачищаться. И все это будет ремонтироваться. Чтобы у нас все тут не ржавело. А потом, конечно, мы изнутри обработаем все мавелем. Я туда залезу именно, чтобы вот эта часть самая такая нагруженная. Ну, и, соответственно, вот это. Видите, здесь тоже вот такая штука. Тоже немножко ржавчина. Это так называемый пескоструй от колес. То есть, песок попадает и чуть разрушает лакокрасочное покрытие непосредственно вместо харок. Они должны быть защищены. Но многие производители автомобилей игнорируют это и оставляют вот так вот открытое. Сейчас на некоторых автомобилях, там, где нет пластмассы, а многие устанавливают здесь пластмассовые специально щитки. Но те, кто не устанавливает, по крайней мере, герметиком здесь обрабатывают. Ну, как видите, здесь вот край ничем не обработан специально для того, чтобы как можно быстрее это начало гнить. Ну, и, естественно, удар по репутации своего Мерседеса. Мерседес, друзья мои, уже не тот. Здесь же я вам покажу тоже арочку. Я вот снял специально щиток. Мерседес в последнее время, особенно вот эти Vito, страдают тем, что с герметика здесь слазит краска. На любых Мерседесах это у них обычное явление. Но хорошо, хоть тут ржавчины нет. Ржавчина вот отсюда пошла. И вот она, видите, вот она. Прямо, если взять, допустим, ножом, то это все снимется, конечно же. Ножом мы это делать не будем, друзья мои. Это все будет зачищаться, как положено. Все это будет обрабатываться и краситься. Все это я вам покажу. А вот это вот отверстие очень полезное для нас, друзья мои. Вот через это отверстие мы заполним именно вот этот сапожок. Сапожок мовилием заполним. У меня специальный мовилий аэрозольный есть, я вам покажу. Мы сюда его всунем и заполним, обработаем. Но это будет только после того, как мы приведем его в порядок. Как видите, здесь тоже вот красочка вздулась, вспучилась. Это все надо зачистить. Все это нужно покрасить. Мы, наверное, весь этот сапожок покрасим. Вот так вот, друзья. Ну и, соответственно, лакокрасочное покрытие всего кузова тоже. Вот мелкие коцки, то там, то там, вот отбитые. Ну и так по всему кузову. Вот, друзья, какая у нас ситуация. Здесь более-менее нормально. На удивление, я, честно говоря, думал, что здесь тоже будет побито песком. Но тут нормально. Только с одной стороны у нас такая проблема. Я, друзья, мы и буду много еще рассказывать об этом автомобиле 639 Vito. Я с ним еще не сталкивался. Это для меня относительно новый автомобиль. Хоть он далеко и не новый. Он 2011 года. Я просто его взял как альтернативу своей рабочей 638. Тот немножко у нас поломался. И сейчас стоит в ремонте. Неизвестно, когда он выйдет. Поэтому пока тот в ремонте, работает вот этот. Ну и, соответственно, тут будут еще много нюансов. Вы увидите, я все показывать буду. Буду рассказывать. Здесь уже проведено очень много работ по нему. Я уже очень-очень много всего сделал. Я расскажу, чтобы вы знали, что нужно делать, если вы возьмете такой же себе. Ну или у вас есть такой же. Чтобы его сохранить, что нужно делать. Друзья мои, теперь мы можем сделать вывод о качестве, скажем так, мойки. И вот этой вот, которую мне прислали. Следующее чернение шин и прочее. Еще много всего интересного. Также и средства для мойки двигателя прислали. Вот это интересное. Мы помоем двигатель. Не этот, наверное, другой, но помоем. Замасленный сильно. Двигатель, вымоем. Посмотрим, на что он станет похож. Ну что, друзья. Если этот видеоролик для вас оказался полезным, обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте палец вверх. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Будьте здоровы, задавайте вопросы в комментариях. Всем пока.